Утром Утром Почему разрушаются зубы? Проверим за пять минут Моя мама рассказывала, что в детстве они с подружками часто придумывали разные таинственные письмена Изобретали невидимые чернила, писали письма молоком Сегодня есть способ еще интереснее Мы уже знаем, что такое QR-код Это двухмерный штрих-код для быстрого распознавания информации Но раз информацию можно распознать, значит ее можно и зашифровать Давайте-ка проверим, что и как нужно зашифровывать Здравствуйте, ребята Когда я была маленькой, да-да, я тоже была маленькой Мы с подружками любили закапывать секретики Это такая игра В потайном месте двора или сада вырывалась маленькая ямка На ее дно укладывали сначала фольгу, потом цветочки, бусинки, ну или что-то очень дорогое сердцу Сверху плотно прикрывали стеклышком и засыпали конструкцию землей Секретик готов А потом под большим секретом хвастались друг перед другом, перечисляя все спрятанные богатства Ребята, а ведь и сегодня можно поиграть в секретики Нет-нет, мы не пойдем с вами на улицу, не будем ничего закапывать Современных детей окружают различные электронные помощники Даже у малышей есть смартфоны, планшеты, компьютеры И они разбираются в них, ну не хуже некоторых взрослых Поэтому я хочу предложить вам поиграть в секретики с использованием цифровых технологий Посмотрите, что мне удалось сделать с текстом из произведения «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзупери Некоторые предложения я заменила QR-кодами О них мы с вами говорили в прошлый раз Такой текст с QR-секретиками можно предложить разгадать своей семье и друзьям Я сегодня готова вас этому научить Для того, чтобы сделать секретик, вам понадобится установить в мобильном телефоне Программу, умеющую превращать слова и предложения в QR-коды Она называется генератор или редактор QR-кодов Но если не хочется заполнять память своего гаджета Можно выйти в интернет, набрав поисковую фразу Генератор QR-кодов И через мгновение у вас всплывут десятки онлайн-помощников по кодированию и редактированию Вы открываете любой понравившийся вам редактор Выбираете вкладку «Создание текстового QR-кода» Вводите в поле «Текст» Нажимаете «Получить QR-код» И он перед вами Но сгенерированный QR-код можно сделать неповторимым с помощью редактирования Можно задать различные цвета фона, элементов, точек, квадратов, углов Если особо думать не хочется над дизайном, можно воспользоваться готовым шаблоном А в середину полученного QR-кода есть возможность загрузить либо свою фотографию, или картинку Если созданная картинка с кодом вам очень нравится, ее нужно сохранить, нажав на слово «Скачать» Полученный QR-код будет скачен, и вы сможете его вставить куда нужно Если генерировали код в телефоне, он автоматически сохранится в галерею И его можно будет послать вам друзьям в виде фотографии Надеюсь, вам было интересно Всем удачи! Если вы еще не размялись, то скорее присоединяйтесь к нам Даже если размялись, то все равно присоединяйтесь Ведь наша зарядка очень простая и веселая Поднимаем ноги, руки, лапы и настроение Хлопаем в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп Топаем ногами, топ-топ-топ Двигаем ушами, раз-два-три Очень мы смешные, посмотри! Веселее танцевать, чем лежать в кроватке Все у нас в порядке, любим мы зарядку Делай вместе с нами, и тогда будешь сильным всегда Намотаем нитки на клубок Пробуй вместе с нами прыгнуть в бок Встанем на носочки, руки вверх Дружная зарядка, ты для всех! Веселее танцевать, чем лежать в кроватке Все у нас в порядке, любим мы зарядку Делай вместе с нами, и тогда будешь сильным всегда Прыгаем на месте, прыг-прыг-прыг И локтами вместе, вжик-вжик-вжик Головой мотаем, раз-два-три Ты такой лохматый, посмотри! Веселее танцевать, чем лежать в кроватке Все у нас в порядке, любим мы зарядку Делай вместе с нами, и тогда будешь сильным всегда Хлопаем в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп Топаем ногами, топ-топ-топ Плечи поднимаем вверх и вниз Самому смешному главный приз Веселее танцевать, чем лежать в кроватке Все у нас в порядке, любим мы зарядку Делай вместе с нами, и тогда будешь сильным всегда Делай вместе с нами, и тогда будешь сильным всегда Вы по-прежнему остаетесь с самыми любопытными детьми на свете И задаете много вопросов Сашенька Стрелова спрашивает Откуда взялись кошки? Скажу вам честно Раньше я даже об этом никогда не задумывался Поискал в книжках и интернете И нашел множество любопытных фактов Самые древние представители семейства кошачьих Существовали более 50 миллионов лет назад И назывались они креодонты Они были опасными хищниками Наводящими страх на всех остальных животных После появились львы, соблезубые тигры, гепарды Кошки появились на земле раньше собак И многих животных, которые стали домашними Но одними из последних они были приручены Считалось, что первые прирученные кошки Появились в Египте Но находка 1936 года опровергла этот факт На Кипре, в могиле которой аж 9,5 тысяч лет Была найдена мумия-котенка Кстати, о Египте Там кошкам поклонялись Кошки считались воплощением богини плодородия Баст И почитались как священные животные Похищения или продажи этих животных Могли быть наказаны смертью А вот в некоторых странах Европы Представители кошачьих подвергались гонениям И даже уничтожению Считалось, что они сопровождают нечистую силу И в частности ведьм По одной из версий Именно из-за того, что истребили кошек И началась одна из страшнейших эпидемий чумы Некому было крыс ловить А знаете ли вы, что по статистике Две трети своей жизни Кошки проводят во сне У кошек и людей за эмоции отвечают Одни и те же части мозга А это значит, мы больше похожи Чем может показаться на первый взгляд Отпечаток носа кошки Так же, как отпечаток пальца человека Не повторим Кошки не имеют запаха На кошачьем теле нет потовых желез Кроме тех, что расположены на лапках В жару кошки охлаждают себя вылизыванием А также стараются меньше двигаться И больше находиться в тени Коты чаще всего левши А кошки правши, представляете? Да-да, есть и такие исследования В которых ученые наблюдали Какую лапу чаще используют кошки А какую коты Самая крупная в наши дни кошка Это лигр Он может вырасти до 4 метров А вес может превышать 300 килограммов Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес весит 450 килограммов Математик Ричард Монтгомери Однажды разработал специальную теорию Под названием Теорема падающей кошки Согласно ей Кошка, падающая спиной вниз Всегда переворачивается спиной вверх Чтобы приземлиться на лапы Прочитав про кошек Столько любопытного Я совсем по-другому Стал на них смотреть А сейчас давайте-ка поработаем руками И помечтаем о лете Здравствуйте, ребята! Сегодня нас ждет интересная, увлекательная и творческая работа Ведь скоро лето И поэтому мы сегодня сделаем композицию На морскую тематику А результатом своей работы Вы обязательно останетесь довольны А без чего же невозможно морское путешествие? Конечно же, без корабля Ребята, а вы знаете, что катера, парусники, корабли Это водный транспорт? А как называют людей, которые строят корабли? Конечно же, кораблестроители Сегодня мы с вами попробуем быть кораблестроителями Итак, основным материалом для создания кораблика-парусника У нас будет плотная цветная бумага Это синяя бумага, голубая и светло-голубая Нам нужно вырезать несколько полосок разного цвета Ширина полоски будет полтора сантиметра Для этого берем линейку и простой карандаш И начинаем отмерять Проводим линии И по линиям разрезаем бумагу У нас с вами получились полоски разного цвета и разной длины Нам необходимо их склеить таким образом, чтобы получилось кольцо Так как полоски у нас были разной длины То и колечки у нас получились разные по диаметру Нам это необходимо для того, чтобы мы смогли сформировать композицию Одно колечко опускаем в другое Склеиваем их между собой И у нас получаются вот такие замечательные волны для нашего моря Таких колечек нам нужно сделать 8 штук разного диаметра Чтобы у нас получилось вот такое бурное море Море у нас уже готово Теперь приступаем с вами к строительству корабля Для основы кораблика нам понадобится бумага желтого цвета Берем шаблон, прикладываем на бумагу и обводим Таких заготовок нам нужно 2 Складываем лист пополам и вырезаем по контуру Режем аккуратно, не забываем соблюдать технику безопасности с ножницами После того, как вы поработали с ножницами Ножницы откладываем в сторону с закрытыми лезвиями Две детали у нас готовы Нам нужно сделать основу, чтобы у парусника было дно Берем прямоугольничек, загибаем его с обеих сторон Смазываем каждую сторону клеем и соединяем с нашими деталями парусника Основа кораблика готова Приступаем к изготовлению парусов У нас с вами есть 2 заготовки для парусов Один красный будет парус, другой белый, который мы украсим полосками синего цвета Можно взять маркер и нарисовать полосы на парусе Мачту делаем из тонкой полоски белой бумаги К ней приклеиваем паруса и флаг Я прикрепила паруса к нашему кораблику Осталось только пустить его на воду Наш кораблик готов к увлекательному путешествию Попутного тебе ветра Зубы Они так необходимы каждому Мы знаем, как сильно они умеют болеть Но вот от чего это происходит и почему зубы разрушаются? Давайте-ка исследуем этот вопрос Здравствуйте, ребята! Всем привет! Зубы У взрослого человека их можно насчитать целых 32 Они прорезаются в самом начале жизни человека И со временем меняются с молочных на постоянные Зубы нужны нам не только для того, чтобы пережевывать пищу Они также играют немаловажную роль в речи Зубы помогают нам разговаривать Ну и, конечно же, они нас украшают Красивая и здоровая улыбка создает хорошее впечатление о человеке И не вызывает неудобств За зубами нужно и очень важно тщательно следить Как ты ухаживаешь за своей полостью рта? Я чищу зубы не менее двух раз в день Регулярно использую зубную нить И хожу к стоматологу примерно раз в год Ребята, такой уход поможет вам сохранить зубы красивыми и здоровыми А ты знаешь, из-за чего они портятся? Ученые заявляют, что причиной разрушения зубов Является недостаточное количество минералов Кальция, фосфора, магния и цинка Дефицит кальция и фосфора приводит к деминерализации костей То есть минералы просто вымываются Первыми от вымывания кальция страдают кости челюсти и сами зубы Основание зуба и сама эмаль постоянно обновляются Если строительных элементов недостаточно, зуб теряет прочность А еще в полосерта живут и размножаются бактерии Которые питаются углеводами и вырабатывают вредные кислоты Эти кислоты и могут стать причиной разрушения А давай посмотрим, как кислоты влияют на наши зубы Давай! Для примера мы возьмем обычное куриное яйцо Его скорлупа состоит из кальция, которого так много в наших с вами зубах Также нам потребуется столовый уксус Так, мы кладем наше яйцо в стакан Аккуратно, чтобы оно не разбилось Так, положили И теперь нужно залить яйцо уксусом Чтобы уксус полностью покрыл наше яйцо Итак, ребята, посмотрите, что происходит Наше яйцо покрывается пузырьками Это означает, что кальций начал окисляться и растворяться под воздействием уксуса Итак, давайте посмотрим на промежуточный результат Вот так выглядит яйцо после двух часов пребывания в уксусе Оно было точно таким же коричневым, как и наше первое яйцо Но первый слой скорлупы полностью практически растворился Оно все еще твердое, но белое А вот яйцо после того, как на нем полностью растворилась скорлупа Оно внутри сырое Его удерживает целым только тонкая защитная пленка Так что не стоит недооценивать ее прочность А яйцо у нас достаточно мягкое Как вы видите, сжимая его Яйцо стало упругим, как мячик Им даже можно поиграть Но после нужно обязательно вымыть руки с мылом Уксусная кислота полностью разрушила скорлупу То же самое может произойти и с зубами Если не ухаживать за ними должным образом Вот такой опыт сегодня у нас получился Советуем ухаживать вам за своими зубами На сегодня пока До свидания Так, так, так Пора остановить процесс умственный И поработать физически Хотя наша зарядка – это же сплошное удовольствие Часики идут Часики минуты берегут Тики-тики-тики-тики-тики так-так-так Часики идут Часики лениться не дадут Тики-так Тики-так Нам без часиков никак Тики-тики-тики-тики так-так Часики идут Часики идут Часики минуты берегут Тики-тики-тики-тики так-так-так Часики идут Часики последнего не ждут Тики-так Тики-так Нам без часиков никак Девушки отдыхают А сейчас обратим свои взоры к чудесам. Секретами магии и волшебства с нами поделится самый настоящий фокусник-иллюзионист. Всем привет! Меня зовут Александр Флегонтов, я фокусник, и сегодня я научу вас показывать классный трюк, которым вы сможете удивить своих друзей. Для этого нам потребуется всего лишь навсего обычная салфетка. Кстати, если вдруг у вас где-нибудь неподалеку есть салфетка дома, вы можете очень быстренько сбегать и принести ее, и повторять все то, что я буду делать сейчас. Берем салфетку, разворачиваем ее, самая обычная салфетка. После чего нужно поднять указательный палец левой руки повыше, как будто бы мы сделали какое-то изобретение. О, сейчас я кое-что продемонстрирую. Берем салфетку и центром, центр определить очень легко, это там, где у нас скрещиваются сгибы салфетки. Центром кладем прямо на указательный палец. Теперь я возьму сверху за этот центр и немножко скручу. Оп, 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 вот так. После чего, если вы повторяете, то у вас сейчас должно получиться точно так же, как у меня получилось. После чего мы можем взять и этот центр аккуратненько, это не очень просто, но оторвать. И уберем в карман. Мусорить ведь нехорошо. После этого, кстати говоря, можно воспользоваться невидимой салонкой. В одном из выпусков мы ей уже пользовались. Секундочку, достану ее. Оп, нужно взять и посыпать на свои пальцы и на оставшуюся салфетку. Убираем ее назад в карман. Теперь спокойненько разворачиваем салфетку. И все ваши зрители смогут увидеть, что она стала совершенно целая. Теперь мы перейдем к обучению этому трюку. Конечно же, как и с многими другими фокусами, вам нужно произвести небольшую подготовку. Я сейчас воспользуюсь той самой салфеткой, которую мы уже использовали. Вам нужно взять и от уголка оторвать, ну, примерно сантиметра 3 на 3. 4 на 4, вот такой квадратик. Не нужно тут ничего замерять линейкой. Делаем все на глаз приблизительно. Оп, 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 оп. Это нам больше не потребуется. Теперь мы берем квадратик, который только что оторвали, и проделываем с ним то же самое, что делали только что с салфеткой. Теперь кладем на указательный палец и скручиваем вот в такой вот, назовем его, стерженечек. После чего этот стерженечек мы прячем за двумя пальцами, за указательным и средним, так делаю я. За указательным и средним пальцем правой руки. И все. После этого вы спокойно можете двигать своими руками, там, брать какие-то предметы. Никто не подумает, что у вас что-то секретное есть в руке. Конечно, если вы прям вот так ничего не будете показывать. Рука выглядит довольно органично. Берем салфетку и начинаем ее разворачивать. Будет очень здорово, если вы при демонстрации этого трюка попросите ваших зрителей 1, 2, 3, неважно сколько их будет, тоже взять по салфетке, и они будут повторять все то, что делаете вы. Каково же будет их удивление, когда у вас салфетка окажется целая, а у них в центре будет дырочка. Итак, берем салфетку и говорим, внимание, все. Поднимаем указательный палец повыше. Ммм, как будто бы мы сделали какое-то важное изобретение. Теперь центром салфетки кладем на указательный палец. И теперь я делаю вот что. Помните, я схватился тремя пальцами за центр этой салфетки? На самом деле, мы ведь помним, что здесь у меня спрятан стерженечек. Я берусь вот таким вот образом. И после того, как я говорю зрителям, теперь начинаем центр салфетки скручивать. Зрители начнут скручивать, естественно, вот эту часть, настоящий центр. А мы его не трогаем. Он совсем чуть-чуть может подкрутиться, но это не важно. Мы прикладываем рядышком стерженечек и делаем вид, как будто бы мы по стерженечку вот так прокручиваем. Очень важно прям двигать локтем, чтобы все видели, чтобы это все выглядело очень убедительно, что вы действительно прокручиваете. На самом деле, пальцы проходят вот так, и ничего там больше не скручивается. Ваши зрители будут очень усердны, я в этом уверен. После чего вы говорите, ага, у всех получился вот такой стерженек, у всех так получилось, вам все продемонстрируют, у них будет выглядеть точно так же. Теперь мы берем и отрываем. Нам, на самом деле, очень легко это сделать. Стерженечек просто отходит. Вот видите, у нас рядышком с центром салфетки, но зрителям придется приложить некоторые усилия, поэтому вы должны быть убедительны и сказать, так, это непросто, сейчас я оторву. Получается у вас? Получается? Ага, молодцы. Хоп, и отрываете. Примерно столько же времени и они потратят на то, чтобы оторвать центр салфетки. И говорите, теперь мы этот центр убираем к себе в карман. Если вдруг этот предмет останется где-то в поле зрения ваших зрителей, то когда вы развернете и у вас окажется целая салфетка, они подумают, странно, а вот это тогда откуда взялось? Так что лучше убрать это из поля зрения, чтобы у них даже мысли такой не возникло. Вы говорите, убираем в карман. Теперь можно воспользоваться невидимой солонкой, посыпать. Можно воспользоваться волшебными словами, можно сделать щелчок, можно подуть все, что угодно. Главное, чтобы в этом был какой-то элемент магии. Теперь вы говорите, аккуратненько разворачиваем салфеточку. Лучше это делать так же, как я. Видите, я на некоторое время даже перекрываю правой рукой центр, чтобы зрители не увидели это очень быстро. Они ведь будут еще и на своей салфетке сосредоточены. Вы говорите, теперь аккуратненько разворачиваем. Ну-ка, покажите-ка. У вас ведь тоже получилось, что салфетка осталась целая. Но у всех ваших зрителей будет... Секундочку. Вот так они скрутили, вот так они оторвали. У всех ваших зрителей получится вот что. Поверьте мне, они очень-очень удивятся. Тренируйтесь, и у вас все получится. Ну вот и все, но только на сегодня. Завтра будет новый день, новые интересные факты, опыты, исследования и задачи. Не забудьте включить телевизор, ведь нам так классно дома. Утром снова у своих экранов Соберется детвора В мире столько неизведанного Значит, начинать пора Расскажем ребятам, чему бы поучиться Покажем, как можно вместе веселиться Учиться всегда нам не скучно С друзьями Скажем мы дружно Познавай мы с нами Познавай